Копейка рубль бережет. Таких пословиц и поговорок уйма. Как бы опыт жизни нас заставляет уважительно относиться к деньгам и не тратить их попусту. Что правильно? Кто же будет спорить? Но когда мы смотрим, на чем экономит государство, то стоит внимательно присмотреться к таким действиям лосей. Что постараюсь делать в этом монологе? Итак, государственная казначейская служба Украины опубликовала отчет по итогам 2018 года и января 2019. Речь в нем идет о выполнении государственных программ. Оказалось, что расходы оказались меньше запланированных более чем на 48 миллиардов гривен или меньше на 4,7%. Теперь давайте посмотрим на экономию центральных ведом страны. Минфин. Субвенции местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа профинансированы на 1,3 миллиарда гривен или на 1,9% меньше запланированного. Финансирование программы обеспечения правосудия местными апелляционными и высшими специализированными судами составило почти на 1,3 миллиарда или на 8,6% меньше запланированного. Министерство образования, среди прочего, сократило расходы на подготовку кадров высшими учебными заведениями третьего и четвертого уровней аккредитации и обеспечения деятельности их баз практики на 2 миллиарда гривен. Это меньше на 7,3% от плана. Министерство здравоохранения также экономило на образовании. Финансирование подготовки и повышение квалификации медицинских и фармацевтических кадров сжалось на 2,7 миллиарда гривен или на 36% от плана. Субвенции местным бюджетом на реформирование региональной системы здравоохранения для осуществления мероприятий по выполнению совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта улучшения здравоохранения на службе людей недофинансировано на 919 миллионов гривен или почти на 53%. В сфере управления Министерство регионального развития сокращены в частности расходы на поддержку региональной политики на 748 миллионов гривен или почти на 91% от плана. Глядя на эти данные, представленные Государственной Казначейской службы страны не терзают вопросы. Как, к примеру, можно экономить на образовании врачей и организации здравоохранения на местах? Или, скажем, практически ничего не вкладывать в развитие региональной политики? А что тогда ожидать от системы правосудия, ежели и здесь государство решило заняться экономией? Может, кандидаты на пост президента дадут ответы?